Хотел предостеречь от излишней политизации того, ну фактически криминального конфликта, который сейчас имеет место в Закарпатье вообще, имея в виду каналы контрабанды и в Мукачево в частности, когда этот конфликт приобрел очень острые формы с человеческими жертвами. Задача власти как раз таки оптимизировать процесс децентрализации с укреплением присутствия центральной власти на местах. В виде один из факторов, который усугубил конфликт, привел к таким острым формам, как раз таки в том, что региональные элиты Закарпатья существовали сами по себе в отрыве от киевской власти по сценарию экономические преференции в обмен на политическую лояльность. Киеву от проблемного социально-экономического региона Закарпатья нужна была политическая лояльность и, скажем, социально-политическая стабильность. А социально-экономические вопросы и экономические проблемы предлагалось решать своими силами спасению утопающих, дело самих утопающих. И это способствовало росту контрабанды, но как альтернативному источнику доходов для региона в целом, в разных масштабах. Грубо говоря, гаишник имел свою мзду измеряемую сотнями долларов, владелец фуры, вернее, евро, тысячами евро, а тот, кто организовал бизнес, миллионами евро. И всех это более-менее устраивало, пока не приобрело вот такие формы, пока не появилась относительно, прежде всего, не изменилась ситуация, когда старые схемы, ну, квинтэссенции, которых стал режим Ленукович, уже потихоньку не работают. Плюс появилась принципиально новая сила правый сектор с принципиально новыми ресурсами, имея в виду людские, военные, оружейные и прочие, которые, ну, попытались поломать эти схемы, не будем уточнять их в каком направлении, но тем не менее, это привело к инциденту. Однако, именно Закарпатье может, как ни странно, стать тем образцово-показательным, тем пилотным проектом, на котором отработать наиболее перспективные сценарии децентрализации, а не федерализации, и перевести их в масштаб всей Украины. Сейчас Закарпатье, в принципе, в контексте ожидаемой, вот буквально в течение нескольких дней, а может быть и часов принципиальной перезагрузки всей закарпатской местной власти, вот предпосылки все налицо.